На всю зиму в музей-заповедник усадьбы Муранова приехали картины русского и советского художника Бориса Кустодиева. Их привезли из Санкт-Петербургского музея Академии художеств. В выставочном зале разместили 17 работ Бориса Кустодиева. Это серия картин на темы крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта. На большинстве из них изображено любимое время года художника – зима. Поэтому центральное место в работах занимают именно зимние гуляния – деревенские праздники, ярмарки и масленица. Период конца 19-го, начала 20-го века, он активно связан, конечно, с прорывом, в том числе и Мурановской усадьбы, когда здесь проживали Тютчевы, которые занимались просвещением, которые занимались образованием, в том числе и для местных крестьянских детей, которые впоследствии кто-то стал купцом, и вот она связь. Эти яркие образы также связаны и с нашей событийной программой. И мы сейчас готовимся к рождественским, новогодним мероприятиям. Сама выставка называется «Русь купеческая». На картинах изображены купцы и купчихи за своими обычными делами, например, во время прогулки. Есть еще священники, торговцы и даже матрос барышней. Это единственная картина на выставке, где изображено теплое время года. Картины, которые поражают с одной стороны таким жизнелюбием, потому что все же знают, что в это время художник уже смертельно болен, он сам это прекрасно понимает. К тому же 20-е годы и для страны очень такое трудное, тяжелое и непонятное время. И на фоне всех этих ужасов и личных, и общественных, и государственных, создавать такие радостные, с каким-то чувством юмора работы – это, конечно, считаю, такой настоящий подвиг мастера. Сергей – поклонник творчества «Кустодиевы». Он специально приехал на открытие выставки, чтобы посмотреть всю серию картин вживую. Привлекает в работах художника и возможность рассмотреть в деталях ушедший быт, как тогда люди жили. Интерес к национальному быту у «Кустодиева» был всегда. Работать выставка будет до 26 февраля 2023 года. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.